Ксения Андреевна и Игорь Сергеевич – педиатры. Полгода назад приехали в Мытище. Окончив Тверской медицинский университет, однокурсники и близкие друзья решили перебраться поближе к столице и заранее начали выбирать, где хотят жить и работать. Искали работу в Подмосковье, обзванивали в больнице, отдел кадров. Здесь нам предложили место, поехали на собеседование. Очень понравился коллектив, заведующие все очень радушно отнеслись. Мы проехали, что коллектив – это главное, и выбрали эту поликлинику. Немаловажным было и то, что будущим врачам предложили вместе с работой решить и жилищный вопрос. По программе привлечения медицинских специалистов, которая действует в Мытищинском округе, ребята смогли снять квартиру на привлекательных условиях. Предложили либо какое-то жилье от больницы, либо возмещение частичное финансовое затраты на съем квартиры. Мы выбрали возмещение затраты. Квартиру молодые врачи выбрали рядом с поликлиникой. Времени на дорогу уходит немного. За аренду муниципалитет компенсирует 15 тысяч рублей ежемесячно. К тому же коллектив хороший и работа любимая. Сплошные плюсы. На такой вариант согласилась еще одна выпускница Тверского медицинского. Однокурсница Ксении и Игоря – Анастасия. Правда, сначала она успела полгода поработать в родной Твери. И вот уже две недели принимает маленьких пациентов Мытищ. Здесь высший оклад, здесь более доступный участок. В Твери мне приходилось обслуживать очень большую территорию. И большое количество людей там было на участке. Здесь участок немного меньше, но при этом меньше даже на 100 человек. Норма участка – это 800 детей. В Твери у меня было 1100 детей. Здесь пока 950. Почти тысяча пациентов Анастасии Михайловны живут всего в двух многоэтажках рядом с детской поликлиникой. Раньше их обслуживали разные врачи. А теперь появился постоянный участковый педиатр. И этому малыши и их родители очень рады. Здесь очень хорошие родители. У них дети такие отзывчивые, чистые, добрые, спокойно рисуют. Здесь родители, я заметила, очень много занимаются с детьми, очень умные дети. Даже маленькие детки рисуют довольно-таки хорошо. И поэтому очень приятно получать такие подарки на самом деле. Это вот значит мы не зря работаем. График работы у врачей и педиатров, как у всех медиков, с понедельника по пятницу полсмены на приеме, а после по вызовам. А еще дежурная суббота раз в месяц. Сейчас, когда отступает пандемия, говорят ребята, работать стало проще. Мамы не боятся пускать в квартиру, чтобы провести осмотр ребенка. И сами охотнее ведут детей на прием. Шаг у нас 15 минут, 5 часов поем. Но часто приходится поемать и без записи людей, хотя не положено. Ну что поделать, стараемся никого не отказывать, никого не бросать. Кроме педиатров, на работу в Мытище только с начала этого года пригласили еще 10 молодых специалистов. Это терапевт, рентгенолог, акушер-гинеколог, онколог, диетолог и другие врачи. Каждый из них, отработав три года в здравоохранении, может претендовать уже не только на служебное жилье, но и социальную ипотеку. По итогам 2020 года городской округ Мытищи удостоен премии «Прорыв» в номинации «Поддержка медиков». И это в том числе благодаря тому, что ежегодно уже больше пяти лет наш муниципалитет приглашает к себе в поликлиники и больницы на работу самых лучших медицинских специалистов из разных регионов России. Юлия Федориненко, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.